Привет! Привет, дорогие друзья! С вами Николай. Я рад вас видеть у себя в гостях. Сегодня вновь смотрим монеты Африки. Но, как я и обещал в прошлом видео, смотрим на монеточки серебряные. И на обзоре у нас сегодня леопардики. Друзья, многие из вас, если не все, знают про вот эту серию African Wildlife. Африканская дикая жизнь, дикая жизнь Африки, дикий животный мир Африки. Который, в первую очередь, наверное, прославился за счет слонов в Сомали. Но сегодня конкретно поговорим о леопардиках. Стартанула серия. По-моему, в 2018 году это и произошло. На данный момент три монеты в серии. У меня третьей монеты в наличии нет. Там лежит леопардик на веточке, отдыхает. А вот монетки 2018 и 2019 года у нас имеются. И выглядят они, ребята, вот таким образом. Тысячу раз уже, наверное, говорил, что я люблю животных на монетах. Поэтому, в принципе, отношусь к ним положительно. Стандартные размеры, стандартный вес, одна унция, 4 девятки серебра. И это сомалийские шиллинги. 100 шиллингов. Кстати, монета чеканится не в Сомали. Монета чеканится в Германии на Баварском монетном дворе. И чем характерна, наверное, вот эта серия? Тем, что, наконец-то, сомалийцы начали чеканить зверя, который изображен у них на гербе. А на гербе у них как раз леопард изображен. Вот стоят два леопарда с двух сторон от щита. Щит сверху с короной. Снизу копья, пальмовые ветви. Ну, в общем, стандартные такие достаточно атрибуты для гербов африканских государств. Но, как по мне, вполне себе симпатичненькой. Монеточки подорожали, но совсем не сильно. В принципе, и последние монеты в серии... Как их зовут-то? Больших с бивнями. Сейчас вспомню. Слоны их зовут. Так вот, последние монетки из слонов тоже не так уж и сильно росли в ценах. Хотя в самой серии есть несколько достаточно ценных экземпляров. Но это уже, наверное, для меня недосягаемые экземпляры. Хотя, кто его знает, можно надеяться и нужно надеяться на лучшее, дорогие друзья. Конкретно эти монетки я покупал. В 2018 год я брал за 21 евро. А в 2019 год я брал за 20 евро. То есть разница была на тот момент 1 евро. Она, в принципе, и сейчас тоже между ними разница небольшая. Но ввиду бешеного роста цен на серебро... Ну и все-таки монетки уже 2 года. Вышла третья монета в серии. Поэтому потихонечку-потихонечку дорожают. Сейчас я посмотрел на европейских сайтах, где я обычно покупаю. Конкретно в Германии монетки стоят в районе 31 евро. Где-то так. Плюс-минус. Где-то дешевле, где-то дороже. Поэтому в целом я доволен. Хотя я, как правило, не гонюсь за ценой при покупке монет. Я стараюсь покупать то, что мне нравится. Вот эту серию я глянул. Конкретно на картинках в интернете мне не так сильно монеты понравились. Вживую посимпатичнее. Но, знаете, друзья, все равно, ну не прям, чтобы я от них в восторге. Хотя монеточки достаточно миловидные. Вот тут вот малышок закрывает маме глаза и говорит, мама, не смотри на закат. Зачем ты на него смотришь? А может быть это рассвет, солнце встает. Видите, друзья? А здесь просто он решил обернуться. Он обернулся, посмотреть, не обернулись ли мы, чтобы посмотреть, не обернулся ли он. Вот такие монетки, дорогие друзья. И эти две красавицы, дикие кошки, даже три, если посчитать правильно, в мою коллекцию унций добавляют еще целых две унции. И теперь у меня их уже 67. Кто следит за каналом, знает, почему я это дело считаю. Ну, в общем, 67 унций я уже осветил на своем канале, дорогие друзья. И в скором будущем освещу еще что-нибудь интересное. Правда, как мы и договаривались, наверное, в следующем видео я покажу свой поход за золотом. Вернее, результат этого похода. Посмотрим на золотые монеточки, обсудим рост стоимости. Ну, и просто с вами поболтаем в комментариях. На этом буду заканчивать, друзья. Наверное, больше мне сказать нечего. Разве что берегите себя и будьте осторожны. И пополнений вашим коллекциям. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok